Наталья Киреева в искусстве с детства. Но эта многолюдно открывшаяся выставка в Соснах, первая в ее жизни. Повод собрал чуть не весь состав Большого театра, поскольку виновница экспозиции, служит в нем главным администратором. Наталья закончила знаменитую 50-ю Московскую архитектурную школу, затем Мархи, мучимая технической составляющей процесса. Последние месяцы трехлетнего по распределению проектирования коровников и свинарников ввела дембельский альбом. С последней страницей Коева ушла из профессии навсегда, ведомая мечтой о стезе театрального художника. Наталья поступает в Детский музыкальный театр Великой Натальи Сац, где прошла все университеты театральной жизни, став представительницей особой касты – театральных администраторов. Потом был театр Вахтангова. Последние полтора десятка лет она главный администратор в Большом. Артистов обожает, почитая их за ангелов. Но, служа в театре, все смотрела на сцену в недоумении. Почему не я делаю этот спектакль? Так продолжалось до знакомства с Владимиром Ковалем, который и предложил Наташе стать художником-постановщиком спектакля «Три мушкетера» в училище Щепкина. Работала сама Тричина. Тайком в своей администраторской буквально под столом шила костюмы. Помогали подруги. Спектакль имел оглушительный успех, вот только фамилии Кореева в афише не значилось. Аналогично завершилась история и с постановкой Бориса Годунова в Астраханском театре. Я никогда не могла сказать, что это сделала я. За это меня просто помогли уволить из театра. Работа администратора, гастроли, транспорт, размещение, встречи, вопросы. Наталья пишет по выходным. В театре он в понедельник. Все, что представлено на выставке, создано в понедельнике 2015 года. В один прекрасный день. Наталья просто сказала подруге, дай карандаш. И жизнь изменилась. На какой-то, я не знаю, на газетенке, на чем-то я уже не сказала. И все. И дальше пошел вот такой поток. Поток вылился в данную экспозицию. Тактично, легко и смело написанный натюрморт. Выполнены уверенной рукой архитектора, но трепетный по настроению городской пейзаж, где есть место и Петербургу Достоевского. И вдруг противоречащий жесткости и четкости архитектуры портрет. Признание в любви к человеку. Абсолютно счастливый и дарящий радость официанты из кафе напротив театра. Балерина Анастасия Меськова, а портрет своего учителя, поддержавшего Наталью как театрального художника, известного дирижера Владимира Андропова, назвала одиночество. Но есть одно общее, практически во всех работах художника. Взгляд словно из окна. Когда-то еще в детстве услыхала она цитату Янины Жеймо, эмигрировавшей во Францию. Какое счастье наблюдать жизнь из окна парижского кафе. Мысль оказалась чуть ли не творческим кредо художницы. Благо, профессия осуществляется и через гастроли, потому вид из окна, и образ жизни, и способ ее отражения, и источник вдохновения, и театр. Многое создано буквально сидя у окна, поезда, самолета, автомобиля, парижского или питерского кафе. И не важно, дождь, снег, листопад за окном, лица счастливые, злые, безумные или безразличные. Да и в театре деятельность Натальи протекает за окном ее администраторской. Окно, как путь к истории, которая не заканчивается. Миг, вот маленький миг, ты открыл окно, а там жизнь. Очень много символов вы заметили, наверное. У нее, посмотрите, как можно выделить в ее произведениях целые циклы, посвященные, скажем, окнам, дорогам, дождю. Вот это, понимаете, это символ нашей жизни. Молодой ли художник Наталья Кореева по легкости, смелости, свежести, азарту – да. Но последний год выплеск накопившегося, выношенного, осмысленного за всю предыдущую жизнь. И водопад только набирает силу. Я очень хочу заниматься портретом, серьезно. Я очень хочу именно портретом заниматься. Вот, и, конечно, архитектурным пейзажем. Вроде думаешь, ну что же, это ученическое, да нет, а понимаешь, что нет, это не ученическая работа. Если к ней подходишь, понимаешь, что там, да, твердая рука профессионала. Поэтому вызывает восторг, да, то, что именно сейчас происходит такой некий поиск, и нет вот этой остановки, как бы, да, вот в системе отношений в искусстве, да, и в том восприятии жизни, которое есть. Я люблю все, что связано с архитектурой. У нее есть картины Флоренции, Рим, Монако. Очень люблю Санкт-Петербург, и мне очень нравится ее, то, что она делает в технике акварели. Открытие выставки стало большим творческим вечером в Рублевском зале с участием мастеров искусств Юлии Каменской и Полины Родионовой, заслуженного артиста России Павла Черных. На выставку вход свободный. Ольга Винтер для телекомпании Одинцова.